Фотоаппарат стал главным оружием в борьбе за чистоту. Сотрудники Госадмтехнадзора, ГИБДД и представители администрации района устроили настоящую засаду для тех, кто мусорит на обочинах дорог. Такие профилактические рейды проводятся ежедневно. В этот раз инспекторы дежурили на въезде в Ленинский район со стороны села Беседы. По словам местных жителей, эта несанкционированная свалка существует уже несколько лет. И в данный момент на обочине дороги еще немного мусора. За выходные дни здесь скапливается настоящая гора. Из выброшенных пакетов с бытовыми отходами. Знаете, мы очень боремся долго с этим. Все практически у нас жители подписали договора на вывоз мусора. Но беда то, что привозят сторонние люди и бросают. Спасибо большое и районной администрации, и технадзору, которые проводят очень часто такие мероприятия. Я думаю, что все-таки житель проснет сознание и не будет такого безобразия. В ходе очередного рейда за первые полчаса удалось зафиксировать два случая незаконного выброса мусора из машин. Сотрудниками Госадмотехнадзора обязательно ведется фото или видеофиксация, подтверждающая правонарушение. Штраф инспекторы выписывают на месте. Либо по номерам машины устанавливают владельца и уже затем присылают так называемое письмо счастья по месту жительства. На граждан от 4 до 5 тысяч рублей, на домостное лицо от 50 до 50 тысяч рублей и на юридическое лицо от 300 до 500 тысяч рублей. Практически каждый день сотрудники Госадмотехнадзора выходят на засаду и выявляют случай сброса мусора. В основном сброс мусора происходит в выходные дни или понедельник, когда большинство людей возвращается в город и вывозят с собой пакеты с отходами, которые часто не доезжают до контейнеров и их нередко можно увидеть на обочинах дорог. Операция засада продолжится до конца сентября. Администрация Ленинского района, Госадмотехнадзор, ГИБДД и представители общественности ежедневно будут проводить такие рейды по несанкционированным местам выброса мусора.